всех на своем канале те кто нашел меня по поиску там либо уже подписан на мой канал неважно важно то что я решил даже вот сегодня я делаю первое видео и ну как после долгого застоя на моем канале и хочу провести конкурс конкурс будет разыгрываться три игры три копии игры подарка стиме игра insurgency просто халявный конкурс просто халява для тех кого нет например этой игры хотел бы все-таки поиграть и для того чтобы поучаствовать в этом конкурсе вы ставьте хэштег конкурс в комментарии к этому видео и ждите результатов результаты я проведу после если он вот этого чемпионата пожар сейчас давайте посмотрим просто на кого я поставил и так обозначить свое мнение на каждую команду почему я поставил почему я так думаю тима старались этим дигни то здесь игра 50 на 50 то есть кому больше повезет с пикбаном карт то есть как команды так сказать прочитают карты которые готовят другая команда и у нас все равно остается там там второй день на то чтобы выйти из нижней сетки третий день и так здесь проводится по best of one для тех кто не в курсе и 2 цепочка команд это цель джи и гэмбит гейминг и я считаю что гэмбит гейминг способны вообще просто способны выйти сразу же или просто разбить цель джи третье цепочка команд на тус винтеров липсайт тактикс но вы сами видели по последним играм на и вообще просто ну готовы ну они как бы плане еще опытней и более четче отыгрывают чем липсайды возможно флипсайды не полили по последним играм какие то тактики просто так же как и и фнатики ниндзя и пиджамас естественно в ниппу все верят все на них ставят там будет наверно может 98 процентов стикеров поставлены именно на ниппу потому что опти гейминг это ну определенная команда которая прорвалась на турнир и им прям вот небольшой респект как бы и можно сказать 50 на 50 это также как раньше были с гейминг вот которые или миносити они сейчас сменили и как бы оптик это да тоже темная лошадь просто который может зайти и выиграть даже первую хотя бы одну карту у непов дальше team liquid против тима энвиса все будет зависеть от и кабана карты естественно и если попадется дедас 2 вот где и вот я все таки думаю что тима энвис должны банить сразу же дедас 2 так как тим ликвид довольно сильный на этой карте в последнее время virtus pro и mouseport и мое мнение на mouseport потому что virtus pro как бы уже как-то плохо все совсем результатом последних матчей они не показывают ту должную игру которую показывали когда-то на катовице и мое мнение за mouseport ну тоже как бы считаете это best of one точно 50 на 50 ск-гейминг g2 esport значит здесь будет определенно горячая игра можно сказать 50 на 50 может 5 процентов в плюсе еще на g2 потому что у них там скрим шокс то есть такие хорошие мвп игроки и все равно мое мнение за люминосити ск-гейминг который не сменили сейчас команду название команды точнее они поменяли спонсоры и все-таки мое за ск-гейминг мнение но там 50 на 50 фнатики и фэйс клан фнатики естественно фнатики проиграли g2 g2 так сказать отомстили а лофмейстер играл там в агента 007 и все-таки мое мнение за фнатики то что они не полили тактики потому что перед предстоящим этим major турнирам естественно полить тактику какую-либо потому что другая команда естественно посмотреть демки игры то как вы играли и так далее то есть подготовиться к тому что вы уже там например подготовили и будут знать в какую секунду где ты выйдешь и мое мнение за фнатики естественно очень опытная команда и так далее выиграли очень много турниров и мое мнение за ними всем удачи пишите хэштег конкурс к данному видео в комментарии на ю тубе по системе рандома я потом выберу естественно победителей трех потому что три именно три подарка и разыгрываю а также я запишу естественно видео либо проведу стрим когда я буду разыгрывать это и все это будет уже после мажор турнира после этих предсказаний так что желаю вам всем удачи ссылка вот на twitch вот прям вот посередине вот просто на мой твич если желаешь просто переходи твич подписывайся возможно иногда я просто провожу трансляции чего-то нового чего-то интересного во что можно поиграть и так далее всем удачи до скорого увидимся после 5 июля после первого дня счастливенько и